ну вот это устройство, которое я приготовил. Ничего такого военного нет. Я эффектовал площадку 10 миллиметров толщины. К ней вклеил два бруса 20 на 20 вот один и вот второй. Они были вклеены и прикручили снизу шурупами. Очень плотно вставляется в этот паз. Вы видите, сама линейка, вернее направляющая линейки. Вот она очень плотно-плотно ходит без всяких лифтов. Чтобы зажимать площадку относительно этой направляющей, я сделал две площадки дюралевые из дюралевых. И при помощи винтов или винтов с барашкой можно зажимать и выставлять. Относительно перемещать. Я вам показывал на видео относительно этой направляющей. Вот смотрите как у меня сделана центровка идеально. Видите, все размечено по сторонам. Я не рисовал упоры. Когда-то я уже показывал всю линейку. Если хотите, посмотрите там в предыдущих видео, где я рассказываю о линейке. Там есть упор. Вот упор и сюда вы обжимаете поверхность и получается устанавливаете на эту площадку фрезер. Я как-то сделал. Я не размечал вначале. Фрезер постарался установить четко посредине площадки. Потом я его закрепил. Зажал фрезу такую, которая указала мне центр. И относительно центра я произвел эту всю разметку. Когда я уже фрезеровал, я проверил, разметка четко совпадает со всей установкой фрезы и фрезера. В общем все идеально. Очень легко все это потом монтируется. Я хотел, раз я уже зашел на свой рабочий столик. Вот видите, я хочу еще свой стол обклеить вот такой планочкой 5 на 80 по периметру, чтобы укрепить. Ну и вот вы видите, у меня здесь я показал, как я буду вклеивать эти ясеневые прокладки и как на них будет отверстие располагаться. Также я здесь вот видите, проверил, нарисовал вот такое вот устройство, которое будет зажимать у меня. Это я в дальнейшем расскажу более подробно. А на ножках я установлю вот такие вот сдвигающиеся по всей длине ножки с этой стороны и здесь будет устанавливаться. Зажиматься она будет за счет большого вот здесь линта, который проходит насквозь. Вот вы видите. Барашком закручивать. Вот если нужно я на края, внутренние края вот этого устройства наклею наждачным бумагом, чтобы она плотнее соединялась. И таким образом, смотрите, можно будет перемещать, устанавливать на нужном месте и здесь устанавливать материал сбоку, который потом прижиматься будет к этим и работать по торцу плоскости. Это я тоже покажу. Это так чисто ознакомительно у вас. Да, еще вот здесь посредине я делаю 4-х миллиметровый пропил. Уже сделал его потом, когда собираю вам покажу. Это зачем? Это если я буду работать погружной пилой и отрезать на этом столе, то вот как раз, чтобы пила проходила и не портила стол, она будет здесь стационарно закрепляться. Вот. Под 90 градусов. А если мне надо под другой угол, как говорится, запилить, то я буду поворачивать заготовку. Вот так вот у нас оформление получается нашего стола. Потихонечку все движется. Вот наши ножки нарисованы. Я один, один край только нарисовал, как я его делал. Вот все. Спасибо за внимание.